МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители современной Москвы сегодня не удивишь многоэтажными зданиями, увенчанными длинными шпилями или причудливыми башнями. А в XIX веке над двухэтажными домиками Сухаревки возвышалось лишь одно сооружение – легендарная островерхая башня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 августа 1933 года в газете «Рабочая Москва» появилась маленькая заметка о том, что башня, которая находится на пересечении Сретенки и Садового кольца, мешает движению транспорта, и потому ее нужно разобрать. Так был подписан приговор Сухаревой башни – самому оригинальному сооружению Москвы. Горожане ласково величали ее невестой колокольней Ивана Великого. Построена башня в 1692 году. Говорили, что Петр I возвел ее в честь полковника Лаврентия Сухарева, сохранившего верность царю во время стрелецкого бунта. В царствовании Петра в Сухаревой башне располагалась навигацкая школа, где обучались будущие мореплаватели. Затем ближайший сподвижник Петра Яков Велимович Брюс основал здесь астрономическую обсерваторию и библиотеку. После смерти Брюса книги оборудования лаборатории поступили в Петербургскую академию наук. В XIX веке, неподалеку от башни, разместился знаменитый Сухаревский рынок. За бесценок здесь сбывали антиквариат. За 2-3 рубля продавались пейзажи Саврасова, которые он специально писал для Сухаревки в трудные времена своей жизни. Среди работ художника есть картина, посвященная Сухаревой башне, написанная к 200-летию со дня рождения Петра Великого. Разрушили башню в 1934 году. Владимир Геллеровский писал. Ее ломают. Первым делом с нее сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни. А потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегодня-завтра доломают ее стройную розовую фигуру. Вчера был солнечный вечер. Яркий закат со стороны триумфальных ворот золотил садовую снизу и рассыпался в умирающих останках заревом. Снос башни был официально признан ошибкой еще до того, как площадь расчистили от руин. Идея ее восстановления обсуждалась еще в 80-е годы прошлого века, но проект так и остался на бумаге. О былом величии утраченной башни напоминают лишь старинные открытки. История – сокровищница наших деяний, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok